всем доброе утро мы продолжаем что-то вас стало меньше я связываю это с наверное наверное это как так всегда это моя вина наверное я стал менее интересно рассказывать про менее интересные вещи чем было поначалу но ничего сегодня у нас еще все сегодня мы поговорим про некоторые интересные эффекты которые возникают в машинном обучении вот мы поговорим про проклятие размерностям и мы поговорим про статистическую теорию принятия решений если успеем надеюсь что успеем мне все-таки трудно адаптироваться всегда вот две лекции в неделю в разные дни это гораздо меньше чем две лекции в неделю когда они подряд это прямо удручает на самом деле вот но ничего не поделаешь видимо значит давайте я начну с того что мы закончим то о чем говорили в прошлый раз в прошлый раз мы говорили о чем мы говорили мы говорили о байсовском выводе для этого самого для гауссиана и мы продолжаем говорить о байсовском выводе для гауссиана значит смотрите давайте я напомню с чего мы тогда начинали точнее чем мы тогда закончили у нас есть гауссиан у него есть там мю и тау параметры и мы хотим провести байсовский вывод то есть мы хотим выбрать априорное распределение п от мю тау так чтобы когда его умножаю на правдоподобие у меня бы получалось апостериорное распределение и это апостериорное распределение в идеале было бы прямо пропорционально прямо похоже на не пропорционально если похоже на вот это с другими какими-то парами и в прошлый раз мы вчера мы с я поэтому не буду допоминать долго сразу к делу мы остановились на том что в качестве поэт металл там с четырьмя параметрами боже мой а 0 0 0 0 0 логично взять такое распределение гамма распределение по тоу параметрами а 0 0 и гауссиан помил с параметрами 0 и не 0 умножить на то вот ну и на самом деле если провести теперь вывод вот с такими параметрами то все должно получиться то есть логарифм p от мю тау при условии d но при условии там x1 xn он получается чему равен константа и давайте я напишу что здесь написано тау значит плюс а 0 минус 1 на логарифм тау это гамма распределения пишу минус b0 тау минус 1 2 логарифм ну на самом деле формально говоря 1 2 логарифм не 0 тау но поскольку логарифм штука аддитивно это в общем можно написать просто логарифм тау а логарифм не 0 поместить в константу смысле не аддитивно а наоборот преобразующие мультипликативно и аддитивно значит минус 1 2 логарифм тау это константа номеровочная к этому гауссиану мин сенте плюсом на второй плюс а потом минус тау пополам на мил минус минус вот здесь уже важно не 0 тау пополам нами минус минус в квадрате и теперь надо правдоподобие записать соответственно там получается н пополам н пополам н пополам логарифмов тау плюс тоже минус теперь тау пополам на сумму чего там xn минус мил в квадрате вот такая получается штука и для того чтобы завершить вывод нужно просто увидеть что она опять выглядит так же как исходная но теперь у нее другие параметры найти эти параметры но как искать эти параметры тут на самом деле смотрите кажется что вот эти как а меня а и b меняются уже очевидно на самом деле ни фига не очевидно потому что часть этих тау all логарифмов таа уйдёт в новый гауссиан поэтому тут лучше начать мне кажется с гауссиана и понять какие будут новые начать начать с того что собрать все где есть милл и понять какие новые будут милл n и там new n вот ну для этого что для этого какой коэффициент эти так напишу условно какой коэффициент пример в квадрате получается здесь получается минус 1 2 не 0 то вот отсюда отсюда получается минус 1 2 то на м правильно такой получается коэффициент при милл в квадрате то есть получать отсюда мы сразу видим что new m вот это действительно сразу видно то есть произведение тауна милана тут она главное тогда сразу видим что мир мир равно минол плюс n большое это хорошо вам похоже на правду да похоже похоже эти это сразу запишу как n в квадрате минус 2 милл на сумму x n плюс суммы x n в квадрате так это будет нужно значит так теперь какой коэффициент при милл ну коэффициент при милл вот какой отсюда получалось миноль не 0 то у миноль не 0 то отсюда получалось а отсюда соответственно получается плюс стал на на что на сумму x n и все и все вот и что мы должны с этим сделать мы должны его представить как мы должны вынести за скобку new n умножить на то ну я как бы тут делаю то что в принципе наверное можно было бы оставить вам в качестве упражнения но опять же один раз давайте я это сделаю и вы потом как-нибудь сделаете в другом контексте значит это все должно вынести за скобку не у них не у n на то а здесь останется соответственно мю ноль ню ноль плюс сумма x n поделить на вот эту самую ню н ну то есть короче говоря новый мю н это мю ноль ню ноль плюс сумма x n поделить на ню ноль плюс н опять супер логичное преобразование которое с которым все хорошо вот ну и наверное значит последнее что осталось заметить у нас вот эти все значит все что содержит мил у нас как-то разошлось еще нам нужен для нового гауссиан основными параметрами нам нужен еще один логарифм то у точнее еще одна половинка логарифма то у потому что там есть вот этот коэффициент в начале и опять же поскольку здесь как бы так осталось константный множитель притау то неважно какое вот эту половинку логарифма то у мы возьмем гауссиан она нам там будет нужно поэтому сейчас да все правильно поэтому а ноль изменится только за счет вот этого слагаемого у меня получается что а н это просто а 0 плюс н пополам тоже без особых затей как и было а вот что действительно сильно поменяется это конечно б б м вот сюда надо записать все вот это что не вошлось в эти штуки то есть не вошло в полный квадрат поймем то есть б н вошло кэшб 0 да но кроме б 0 туда еще надо записать вот это значит плюс не 0 миноль в квадрате пополам надо записать вот это плюс 1 2 на сумму xn в квадрате и еще нужно вычесть то что вот здесь был будет в полном квадрате да то что тут тут то чему здесь нужен полный квадрат да потому что здесь у меня получалось что у меня получалось а а мю н тал пополам на мю минус мю н в квадрате то есть мне нужно сюда еще прибавить и вычесть чтобы получился полный квадрат мю н н в квадрате делить надо на то вот это теперь надо вычесть если я правильно со знаками ничего не перепутал то есть вычесть боже мой мю ноль плюс м пополам а тут правда в квадрате сократится окей минус мю ноль ню ноль плюс сумма xn в квадрате поделить на 2 на всякий случай я конечно мог ошибиться я конечно мог перепутать какую-то арифметику если что простите меня но смысл именно такой то есть что мы здесь сделали мы что мы здесь сделали мы получили конкретные формулы по которым можно пересчитывать параметры нового распределения п от мю тал когда мы получаем какие-то данные и вот чем это отличается от того что мы делали в линейной регрессии тем что теперь мы обновляем и дисперсию тоже то есть у нас теперь есть целое настоящее пастериорное распределение на параметрах гауссианов и на этих параметрах гауссианов мы видим как они меняются когда к нам приходят новые точки вот вот это то что тот кусочек который у меня оставался с предыдущего раза значит а теперь а теперь а теперь а теперь давайте перейдем к содержанию собственно сегодняшней лекции которая должна была быть значит первое замечание про сегодняшнюю лекцию на свете если вы там почитаете что-нибудь про машинное обучение вы увидите что на свете бывают ну как бы типа два типа моделей параметрические не параметрические и не параметрические модели сейчас про них время сказать пару слов это модели у которых очень много параметров так вот так такой парадокс классический пример не параметрической модели то есть почему он так называется потому что у них число параметров не фиксировано заранее она зависит от данных можно сказать классический пример не параметрические модели это метод ближайших соседей слышали про метод ближайших соседей что это Это значит, что, например, если я решаю задачу классификации, у меня есть зеленые крестики и синие кружочки, я хочу их отклассифицировать друг с другом, то когда ко мне приходит новая точка, я ищу ближайших соседей к этой точке, считаю, каких больше в случае задачи классификации, ну или считаю, каких больше, или считаю, каких больше с весами, соответствующими расстоянием до этим точкам, или еще что-нибудь такое. Ну, там много вариантов, но в общем и целом считаю, каких больше и, соответственно, классифицирую. Здесь вот, наверное, будет точка зеленая. А если у меня вопрос про вот эту точку, то там ближайшие ее соседи в основном синие, и она, наверное, будет синяя. В принципе, точно то же самое можно сделать и с регрессией. Если у меня есть какие-то иксы, да, у них есть какие-то икрики, то как я могу ответить на вопрос, какой будет икрик в новой точке, в новой точке икс. Ну, я могу по иксу найти ее ближайших соседей, и значение этих ближайших соседей как-нибудь усреднить. Можно просто усреднить, можно усреднить тоже с весами, соответствующим этим расстоянием. В общем, получится какой-то предсказанный этим методом ответ. И, простите, я на самом деле не буду показывать код, чтобы просто не тратить на это много времени. Но упражнение попробуйте сделать, реализовать метод ближайших соседей на практике. Ну, можете не реализовывать, можете взять из библиотеки, это совершенно неважно. Вот, и вы увидите, что когда вы, скажем, рисуете точки на плоскости и хотите их классифицировать, метод ближайших соседей прям крутой. Прям вообще крутой. То есть, он может нарисовать вам разделяющую поверхность, сколь угодно сложную. Что-то я не то нарисовал. Вот, сколь угодно сложную. Он, если правильно, фактически для подбора нужно подборать только параметр k. k – это сколько ближайших соседей я хочу рассмотреть. Вот здесь у меня k равно 3, здесь у меня k равно 4. Но на практике, если вы накидаете точек там из каких-нибудь смесей гауссианов на плоскость, то вы легко подберете k, для которого разделяющая поверхность между ними будет прямо красивая. Прямо хорошо будет классифицироваться все, хорошо будет работать. То есть, когда вы смотрите на то, как работают ближайшие соседи, вот на эти картинки, возникает такой вполне резонный вопрос, а зачем нам вообще что-то другое? И, может быть, вы можете что-то мне сказать на этот счет? Зачем нам вообще что-то другое? В чем проблема-то? Смотрите, это метод, который отлично следует за данными. Он не переусложняет, он прекрасно имеет обобщающую способность, потому что, ну, по крайней мере, вот то, что мы увидели бы там в этих примерах на плоскости, прекрасная обобщающая способность, потому что если точек мало, то он нарисует простую, там, гиперпрямую между ними. Если точек много, они в сложной зависимости, ну, будет более интересная разделяющая поверхность. В чем подвох? Зачем вообще вся эта наука, которой мы занимаемся? Он же предсказывать вроде не умеет. Вот как-то, вот я только что нарисовал, как предсказывать. Вот у меня пришла новая точка, я хочу узнать, с какого она класса. Ну, так я смотрю на ближайших соседей и решаю голосованием. А в регрессии у меня пришла новая точка, я хочу узнать у нее ответ. Я смотрю на ближайших соседей и усредняю. Ну, тут единственное, в регрессии, конечно, очевидно, что метод ближайших соседей никогда не сможет ничего экстраполировать. То есть, если у вас тут вот такие точки, и вы, типа, спросите, а что будет вот здесь, то, конечно, метод ближайших соседей никогда не ответит вам вот этот ответ. Он всегда ответит вам какой-нибудь вот такой ответ. Но это, честно говоря, не то чтобы прямо недостаток, потому что мы с вами только что на прошлой лекции выясняли, что и линейная регрессия, когда дело заходит, разговор заходит об экстраполяции, она тоже, тут же все ее предсказания начинают иметь огромную дисперсию, и тут вообще фиг отличишь эти ответы друг от друга. А вот здесь, например, для интерполяции метод ближайших соседей будет давать отличные ответы, ничем не хуже при идее, казалось бы. Ну, кажется, что это такой локальный метод, который только на маленькую окрестность смотрит, а при этом, ну, так вообще, может быть, иногда важно какое-то глобальное свойство. То есть, мы здесь не учитываем какой-то глобальной картин никак. Да, мы не учитывали никак глобальные картины, совершенно верно. Но, опять же, как мы в прошлый раз выяснили, так, что-то в чате кто-то написал, но, значит, как мы в прошлый раз выяснили, как только мы пытаемся куда-то экстраполировать даже линейные регрессии, сразу получается беда. То есть, ну, да, если у вас есть какие-то супер жесткие предположения, вы прям знаете, что они выполняются, вы знаете, что ответ линейный из каких-то физических соображений, то, конечно, но так вот, например, даже просто продолжать тренд линейный по точкам – это занятие очень сомнительное, как мы выяснили в прошлый раз. Ну, я имею в виду, он локален не в том плане, что он только может дать ответ в той части плоскости, где много точек, а что он смотрит только на маленькую свою креслость. Например, если бы у нас вот зеленые точки были как-нибудь клин составляли, такой острый, а вот где-то ближе к концу клина в локальное креслость выглядело бы, наверное, так, что точки скорее фиолетовые, если бы мы этим методом мерили. Но при этом, если бы мы на большую окрестность посмотрим, то как бы так неформально видно, что там какой-то клин, и, может быть, это можно понять, если это каким-то другим методом измерять. Ну, если честно, это сомнительно. То есть, мне кажется, здесь все будет как раз прекрасно. Вот метод ближайших соседей. Ну, то есть, вот я тут, предположим, так нарисую, да. А вот у меня будет здесь точка. Ну, то есть, единственное, чего вы сможете добиться в такой картинке, это что разделяющая поверхность там достаточно близко подойдет к зеленым точкам. Ну, подойдет. А что там плохого? Мне кажется, с вами все равно будет правильно делать. Если у нас будет очень острый клин, и мы возьмем вершину не очень далеко от конца, то у него будет очень много фиолетовых соседей. Да-да-да, я говорю, вы сможете разделяющую поверхность приблизить к вершине этого клина. Ну и ладно. Ну, то есть, окей, можно, наверное, предположить, что иногда этот эффект нежелательный, но все равно будет прекрасная разделяющая поверхность. И причем она будет, вот что самое прикольное, она будет следовать за данными. Не нужны никакие предположения. Здесь же еще фиг поймешь, в какой форме ее искать, если мы хотим модельный какой-то метод. Мы еще классификацию не проходили, но там тоже, как бы, можно строить линейные разделяющие поверхности, можно нелинейные, но тогда какие. То есть, здесь как раз локальность — это большой плюс обычно. Можно не думать о том, какая форма. Вот. Ну, ладно, не буду мучить. Тут, на самом деле, уже в чате поступил ответ, похожий на правильный. На самом деле метод ближайших соседей действительно офигенно работает в этих примерах, которые я бы вам мог привести на плоскость, которые мы с вами можем нарисовать и, так сказать, легко себе наглядно представить своим слабым человеческим амишкам. Но, к сожалению, машинное обучение не устроено так, и жизнь не устроена так. В жизни, то есть, если бы нам нужно было решать задачу классификации в размерности 2, в пространстве R2, то метод ближайших соседей закрыл бы наши потребности. Действительно. Прямо правда. Скорее всего, ну, для каких-то, может, редкими исключениями. А где это не работает, это все начинает полностью ломаться в пространстве высоких размерностей. И вот, собственно, почему это ломается. Это называется проклятие размерности. Curse of Dimensionality. И давайте я вам сейчас попробую объяснить, каким образом это происходит, за счет каких эффектов. Ну, первый эффект. Несколько есть замечаний про высокие размерности, почему наша интуиция перестает ломаться и так далее. Ну, первый эффект самый простой. Тут даже никакая интуиция никуда не ломается. Наша интуиция ровно так и говорит. Первый эффект в том, что в размерности 1,2 мы можем все на свете посчитать, а в высокой размерности мы не можем все на свете посчитать. То есть, если у нас есть, например, там какое-нибудь, не знаю, от ожидания чего-нибудь, и это какой-то интеграл, там какой-то f от x, p от x, dx. Ну, условно, не суть важна на самом деле. Ну, и предположим, там p от x сосредоточено в единичном кубе для простоты. Тогда, если это единичный куб размерности 1, да, то для того, что... Как мы можем это сделать? Мы можем спокойно приблизить интеграл, как там, риммановой суммой, по методу прямоугольников, трапеций, чего угодно. Есть миллион этих способов. И чтобы это сделать, нам нужно, типа, посчитать функцию подинтегральную в точках, которые достаточно плотно заметают область интегрирования. Соответственно, если мы хотим, чтобы эти точки шли на расстоянии ε друг от друга, то сколько нам потребуется вычислений функции f в размерности 1? Я даже, давайте, чтобы не париться. Порядка 1 делить на ε. Да, нет, порядка 1 делить на ε. А сколько нам потребуется в размерности 2? Если мы захотим покрыть квадратик сеточкой. ε степени. Ну да, то есть, здесь 1 на ε в квадрате, а в размерности d нам потребуется 1 делить на ε степени d. И с d это растет экспоненциально, и даже в размерности уже там 10-20 что-то там приближенно посчитать численно, оно довольно затруднительно. А в размерности 200 тысяч, в каких мы обычно и находимся, ну уже совсем затруднительно. То есть, куб размерности 1000 вы никогда не покроете сеткой с какой-то там разумной частотой, так, чтобы она плотно покрывала. Хорошо. Значит, это одна сторона вот этого вопроса, самая простая. Тот же эффект, другая его сторона заключается вот в чем. И это уже имеет отношение некоторое к методу ближайших соседей. Смотрите, вот опять, если мы, скажем, в размерности 1 говорим про единичный отрезок, и мы хотим для какой-то новой точки x найти ее ближайшего соседа в этом отрезке. Ну, давайте, знаете, может быть для простоты, новая точка x это будет точка 0, и давайте отрезок тогда будет симметричный. Это как-то странно. Вот. То есть, это будет единичный, пока не решил, куб или шар. Вот. Ну, давайте шар. И предположим, что у меня вот есть точка 0, это новый x, в котором я хочу сделать предсказание. И я хочу понять, а какое ожидаемое расстояние от x до какой-нибудь точки, случайно равномерно взятой в этом единичном круге, единичном шаре. Вот, если я случайно возьму точку отсюда, как далеко она будет от x? Давайте в квадрате, чтобы было проще считать там. Размерности 1 не важно, дальше будет важно. Ну, какое расстояние будет среднее? Если я беру точку равномерно из отрезочков, сколько от нее до нуля? Ну, давайте в квадрате, там дальше будет с этим проще. Ну, тогда 1 треть. Почему 1 треть? Или это более сложный вопрос, чем я думаю? Тут, да, на самом деле, хорошо вопрос, да. Сейчас, ну подождите. Да нет, вот я беру точку из единичного... А, ну да, 1 треть, да. Блин, ладно, это сложнее, чем я думал. Ну, ладно, хорошо. Неважно. Давайте двигаться дальше. А какое будет расстояние от случайной точки до нуля, если мы эту точку берем из единичного круга? 1 треть мы в одномерный случай послезали. Да. Ну, то есть, да, тут, конечно, надо посчитать ожидания. Значит, неважно, там, от минус единицы до единицы или от нуля до единицы, потому что это симметрично, да, и надо, типа, посчитать ожидания от, ну, просто самого х' в квадрате. А это получается действительно, типа, х клубинатри от нуля до единицы. Да, получается, действительно, 1 треть. Но, на самом деле, это неважно. Сейчас, я, сейчас, сейчас придем. Я просто, замечание в том, как оно будет расти с ростом размерности. Какое будет расстояние здесь? Как это вообще посчитать? Ну, да, тут, тут, тут одно. Ну, оно все увеличивается, увеличится, видимо, к единице будет стремиться. А как, а как будет увеличиваться? Вот какое здесь расстояние? Ну, как по линому, ну, сейчас. Как найти расстояние от точки до нуля в квадрате? Ну, вот, координации в квадрате это 10. Да, совершенно верно. То есть, ну, опять надо взять такое же ожидание, но ожидание это линейное. То есть, это ожидание теперь от, там, х в квадрате плюс y в квадрате. Ну, и получается типа две трети. А, ну, то есть, мы не в шаре, а в кубике. А, ну, блин, да, в шаре по-другому. Ладно, давайте в кубике, согласен. Это, опять же, совершенно не важно. Эффект тот же, просто константы другие. Да, давайте так. Вот, соответственно, в размерности 3, там, уже будет типа единица и так далее, и так далее, и оно растет. Да, ну, в данном случае оказывается, что оно растет линейно с ожидаемое расстояние. И это значит, что если мы, например, когда работает метод ближайших соседей? Он работает, когда... Он работает, когда... Боже мой, когда он работает? Он работает, когда у нас есть точки неподалеку от той точки, которую мы хотим понять, да, в которой мы хотим найти ответ. И чем дальше мы увеличиваем размерность, тем в среднем дальше друг от друга точки. Ну, это такой очень естественный эффект, просто, ну, у них больше возможностей быть далеко друг от друга, да. Это такое расстояние, по теореме Пифагора получается, и в каждой компоненте, теперь в каждой координате у них есть возможность к этому расстоянию что-то существенное добавить. То есть точки в высокой размерности в среднем гораздо дальше друг от друга, чем точки, так вот линейно дальше, как видите, чем точки в низкой размерности. И поэтому ближайшие соседи высокой размерности, они как бы не такие уж и ближайшие. И этот эффект, на самом деле, еще сильнее усиливается, простите за эту автологию. Этот эффект, скажем так, он еще хуже для методов, типа метода ближайших соседей, вот по какой причине. Потому что что на самом деле такое задача размерности тысячи в какой-нибудь линейной регрессии или в какой-нибудь классификации такой нехитрой. Это скорее всего значит, что из этих тысячи признаков какие-то важны, какие-то не так уж важны. И, значит, по каким-то признакам близость это важно, по каким-то признакам близость это не важно. И скорее всего те, по которым важно, составляют не такой уж большой процент от этой тысячи. Ну, так просто жизнь устроена, как правило. Вот. И поэтому, как бы, когда мы применяем метод ближайших соседей высокой размерности, ну, фактически, что значит ближайший сосед тогда? Это такой сосед, у которого, типа, большинство этих координат недалеки от икса, а меньшинство этих координат далеки от икса. И это большинство и меньшинство, это, ну, это не значит 50%, да, но, типа, это тоже зависит от размерности, какой там процент будет реальный близок. И значит, чтобы этот ближайший сосед, чтобы ответ в нем имел отношение к делу, надо, чтобы нам так повезло, чтобы в это большинство координат, по которым они действительно близки, попали те координаты, которые надо. Ну, и с высокой размерностью это маловероятно. Скорее всего, не попадут или попадут не все и так далее. Нельзя отнормировать, ну, я имею в виду расстояние. Ну, можно, а что, в смысле, ну, отнормируйте, и что дальше? Да, я имею в виду, что по тем параметрам, которые важны. Так, а мы же не знаем, какие важны, если бы мы знали, то мы бы их и оставили, конечно, в этом задача. Если бы мы заранее знали, какие параметры не важны, мы бы их и не брали вообще в рассмотрение. Вот. А, соответственно, да, то есть получается, что этот самый ближайший сосед, он как бы по соображениям проклятия размерности, он не может быть ближайшим по всем координатам или там по подавляющему большинству, потому что жизнь так не устроена. А по вот этим соображениям получается, что это важно. То есть получается, что те координаты, по которым он далек, может, они как раз и важны. А мы этого все равно не знаем. И узнать не можем, в этом, собственно, наша задача. Узнать, какие координаты важны и в каких пропорциях и композициях. Вот. Это вот такой второй эффект проклятия размерности. Третий эффект проклятия размерности... То есть мы как-то выделим эти признаки с помощью любого алгоритма типа LASO. Тогда а потом применить вот как раз этот KNN будет хорошая стратегия, типа, если мы оставим там 10 признаков. Ну, еще раз. В размерности 10 KNN работает неплохо. Ну, хуже, чем в размерности 2-3, но, наверное, все еще неплохо. То есть если вы действительно понимаете, что у вас признаков всего 10 настоящих, то, наверное, можно применять KNN, почему нет. То есть, скажем так, ну, даже самые там state-of-the-art какие-нибудь супер-пупер нейронные сети иногда применяют такую стратегию. Они, ну, понятно, они не могут обучаться через метод ближайших соседей, мы это, как выясним потом, там, градиент через это не пройдет, конечно. Но, типа, они обучились выделять признаки, а потом берут векторы признаков и ищут ближайших соседей среди векторов признаков. Если этих признаков мало, то почему нет? Вот. То есть, да, низких размерностей метод ближайших соседей имеет смысл, безусловно. Да. Вот. Да, так вот, к чему я. И третий эффект проклятия размерности тоже похожий на эти все, но вот он обычно такой немножко контринтуитивный, и он людей иногда удивляет. Вот давайте теперь возьмем уже единичный все-таки круг, значит, в размерности один такой, и зададимся таким вопросом. вот, я хочу, ну, типа, я хочу понять, какую долю этого круга занимает его самая внешняя часть. Там, условно, в размерности 3 это было бы, какую долю апельсина занимает кожура апельсина. вот, возьмем кольцо радио диаметром, радиусом, как это правильно сказать, радиусом, наверное, эпсилон, на внешней границе этого круга. То есть, в размерности 1 это будут два отрезочка. Какую долю круга оно занимает? Ну, два и эпсилон. Ну, не два. Почему? 1 делить на 2. 1 делить на эпсилон. В смысле, эпсилон. Эпсилон, да. Хорошо. В размерности 2 давайте попробуем. В размерности 2 у нас есть сам круг, типа единичный, и у нас есть вот такое кольцо радиус и эпсилон, теперь уже настоящее кольцо. Какую долю площади круга занимает кольцо радиус и эпсилон? Как это вообще посчитать? 1 минус 1 минус эпсилон в квадрате. Да, совершенно верно. То есть, смотрите, ну, площадь круга чему-то равна, там, константа какая-то загадочная умножить на пропорциональный на r в квадрате, да, ну, хорошо, ладно. Для размерности 2 мы знаем эту константу. И нам нужно, значит, π на 1 в квадрате, из этого вычесть π на 1 минус эпсилон в квадрате и поделить на, не на 1, а поделить на вот это, на π на 1 в квадрате. Вот. То есть, константы эти загадочные сокращаются, остается, типа, 1 минус 1 минус эпсилон в квадрате. Ну, а, соответственно, в размерности 3 что будет? Ну, тут у меня уже сложно. Да, видите, как хорошо иметь дело с математически подкованными коллегами. Да, у меня очень плохо получилось. Вот. Ну ладно. Действительно, там уже константа более сложная. 4 третих π. И дальше эти константы будут тоже все более интересными. точнее. Но смысл в том... Да что ж такое? Почему я не могу нарисовать землю? Ну, потому что я хочу еще потом в ней нарисовать под землю в безземной коры. Это уже совсем сложно. Ладно, бог с ним. Вот. Короче, та же фигня. 1 минус 1 минус эпсилон в кубе. Такая доля. Ну, и как видите, вот это 1 минус 1 минус эпсилон в этой степени, оно с ростом d прямо экспоненциально быстро для любого фиксированного, конечно, эпсилон, стремится к чему? Единицы. Единицы, конечно. И, действительно, оно быстро стремится к единице. То есть, грубо говоря, уже в размерности 10 покупать апельсина я вам не рекомендую, потому что, значит, кожура будет занимать подавляющее большинство объем. И что это значит для нас и для машинного обучения и для метода ближайших соседей? Это значит, что в высокой размерности практически все точки на самом деле лежат на границе. На границе, ну, тут шары вообще там типа той области, где они сосредоточены. Ну, это как бы звучит контринтуитивно. Интуитивно, на самом деле достаточно интуитивно. Идея в том, что для того, чтобы точка лежала на границе, достаточно, чтобы была одна координата, по которой она имеет какое-то крайнее значение. И если мы случайно накидываем точки с большим количеством этих координат, то велика вероятность, что хотя бы по одной это значение будет достаточно экстремальным. То есть, короче говоря, в высокой размерности ситуация никогда не выглядит, например, для метода ближайших соседей так вот. Что у нас есть точки, и где-то в их середине мы задаемся вопросом, чему равен Y или к какому классу он принадлежит. И вот мы окружили себя другими точками и пытаемся по их ответам что-то понять. в высокой размерности ситуация всегда выглядит, ну, с подавляющей вероятностью, выглядит как экстраполяция, а не интерполяция. То есть, это всегда выглядит как есть точка здесь, здесь, там, здесь и здесь. Но наша новая точка, она не здесь, а она тоже на границе, ну, может, по какой-то другой координате на границе. И мы должны как-то вот такую задачу решить. И это плохо для метода ближайших соседей и вообще для такого рода методов, которые только следуют за данными и не делают особо сильных предположений. Ну, а линейной регрессии, понятное дело, пофигу. То есть, линейная регрессия вполне может в любой размерности у нее параметры, число параметров растет линейно, и линейная регрессия не парится на этот счет. Потому что она делает очень сильное предположение. Да, и еще одно небольшое замечание про это, я уже не буду это сейчас формально доказывать, но просто потом это у нас может возникнуть в какой-то сильно более поздний момент. Вот, я тут фактически говорил, ну, если перевести это на язык вероятностей, я фактически отвечал на такой вопрос, с какой вероятностью точка, взятая равномерно в единичном шаре, попадет в кольцо радиуса ε. Ну, я вот на этот вопрос же отвечал, да, когда считал отношения там объемов. Ну, вот, на самом деле тот же эффект будет не только для равномерного распределения, конечно же. Он будет даже для таких распределений, как, например, нормальное. То есть, условно говоря, вот, если мы посмотрим на то, как, вот, знаете, на что мы посмотрим? Мы посмотрим на распределение расстояния от х до нуля, если сам х распределен нормально. нормально с центром нуля и там единичной дисперсией. Как будет выглядеть это распределение? Ну, в размерности 1 оно будет выглядеть очень просто. Это типа половинка гауссиана формированная. То есть, тут ничего не изменится. Уже в размерности 2 оно будет выглядеть как-то вот так вот. И дальше, на самом деле, ну, тут как бы, на самом деле, тут легко понять, что происходит. Какое расстояние, опять же, от х до нуля в какой-то высокой размерности? Ну, в квадрате легко понять. Это сумма х в квадрате, да, сумма компонентов. И каждый из этих компонентов распределен нормально. То есть, фактически, ну, тут с точностью до квадрата, да, надо типа сложить квадрат и корень извлечь. Это не совсем точно так. Но, фактически, смысл в том, что, когда мы увеличиваем размерность, расстояние до нуля становится, ну, типа, суммой этих самых нормальных, нормально распределенных величий. Ну, и, соответственно, по той же самой центральной предельной теореме, для высокой размерности это распределение будет выглядеть, будет похоже на гауссиан. Оно будет существенно отделено от нуля. И точно так же, значит, оно будет все сосредоточено в каком-то кольце. И радиус этого кольца можно тоже оценить. Этим уж точно не будем сейчас заниматься. В общем, смысл в том, что, если вы берете сэмплы из стандартного даже гауссиана, но высокой размерности, вы реально попадаете в тоненькое колечко вокруг, которое действительно имеет центр 0, конечно же, но которое существенно отстоит от нуля на довольно большое с ростом размерности все большее расстояние. Вот это тоже интересный эффект, который потом еще предъявит нам какие-то проблемы. вот. Есть ли вопросы? Это все, что я хотел сказать сейчас про проклятие размерности. А вот насколько, ну насколько я понимаю, обычно в машинном обучении размерность примерно 1000. Ну в смысле она большая очень. Ну не обязательно конечно. Ну в общем. Ну часто. Часто. Это не очень тяжело считать. Что? Смотря что. Потому что там много данных, много параметров. И вот такие вычисления, они компьютерами умеют производиться? Такие это какие? Такие это какие? Угу. Потому что я только что рассказывал о том, что вот вот такие вычисления на самом деле нет. Они становятся слишком сложными. Угу. Угу. Собственно. Кажется, что вот обычно бывает много параметров, порядка 1000. Угу. И данных должно быть много. Ну там не знаю, больше чем 1000. Ну заметно. Ну конечно, конечно, да, конечно. Но видите, у вас с ростом размерности данные-то не растут экспоненциально. А эти эффекты все экспоненциальные. То есть, да, если в размерности 1000 у вас было бы не 10 точек, а 10 в степени 1000 точек, все было бы в порядке. Но так жизнь тоже не устроена. Ну вот. А. Хорошо. С данными вообще интересный этот разговор, потому что, ну, данных есть сколько есть. И иногда это ведет к оверфитингу, иногда это ведет наоборот, к тому, что мы ничего не можем там найти, потому что их слишком мало. Данных есть сколько есть. Это важный постулат, который, с которым, к сожалению, невозможно спорить. Нельзя просто взять и сгенерировать больше данных в реальной задаче. Ну или можно, но типа стоит денег. Вот. Проклятие размерности. Так. Хорошо. Это был важный эффект. Важный эффект. Что я? Что я? Хочу ли я еще что-то сказать? Или я могу переходить к стат теории? А, могу переходить. Да. Значит. Следующий наш... Давайте я, может быть, знаете, еще прежде чем перейти, я пробегусь по слайдам про это дело, потому что там есть у меня, по-моему, какая-то хорошая картинка на эту тему. Какая-то картинка на эту тему. Значит. А, ну да, только такая картинка, вам ее уже нарисовал. Вот. Это, собственно, расстояние до нуля у стандартного гауссиана в разных размерностях. Вот. А, да. Хорошо. Значит. Теперь мы переходим ко второй важной теме сегодняшней лекции. Тема называется «Статистическая теория принятия решений». И это будет некое объяснение того, чем мы тут с вами занимались, и некий, может быть, новый взгляд на то, чем мы с вами занимались. И этот взгляд поможет нам тоже понять, что происходит и в линейной регрессии, и на самом деле в любой модели машинного обучения. Это такой достаточно будет общий и мощный аппарат. Значит, смотрите, как бы мне начать. Ну, я начну с обычной регрессии. Значит, у этой регрессии есть вход, там R в какой-то степени. И есть какая-то функция f от x, которую мы хотим найти. То есть мы решаем задачу регрессии. И есть какой-то выход Y. То есть мы хотим, чтобы f от x было похоже на Y. И, собственно, в чем наша задача машинного обучения? Она в том, что есть какое-то распределение вероятности, вообще говоря, совместное, p от x, y. И вот, внимание, важный момент. Я сейчас, ну, в каком-то смысле перехожу от дискоминативного рассмотрения к порождающему, генеративному. То есть я буду теперь говорить про распределение и на x тоже. Хотя, конечно, его можно записать как p от x на p от y при условии x. И до сих пор все, что мы делали, касалось только вот этого распределения. Только его мы пытались оценивать. Но на самом деле даже для линейной регрессии вполне не бессмысленно подумать о том, какое p от x. Почему не бессмысленно? Потому что, опять же, это вопрос при интерполяции и экстраполяции. Мы все равно не сможем построить модель, которая предсказывает Y для любых абсолютно на свете в Rn и значения x. Но нам и не надо. Нам надо построить модель, которая хорошо предсказывает Y в там, где x бывают, там, где x вводятся. То есть где-то вот в носителе этого распределения. И это важное замечание. То есть мы как бы действительно не можем надеяться решить супер амбициозную задачу, но нам, к счастью, и не надо ее решить. Ну, тем не менее. Значит, хорошо. Давайте теперь попробуем задачу эту решить. То есть давайте попробуем найти самую лучшую функцию f. Я сейчас буду так супер абстрактно пока рассуждать. Для того, чтобы найти самую лучшую функцию f, надо сначала определить, что такое самая лучшая функция f. Что такое самая лучшая функция f? Ну, это функция f, результаты которой больше всего похожи на правильные Y. Что такое похожие? Вопрос тонкий. Можно определять по-разному. Но давайте сейчас для цели вот этого рассмотрения я определю это так, как будто бы шум был нормально распределен. То есть я говорю, что моя функция ошибки l от y и f от x это квадрат разности y минус f от x. И тогда я могу построить уже такой функционал, который я на самом деле хочу оптимизировать. Я хочу оптимизировать, это называется expected prediction error, ожидаемая ошибка предсказания. Это функционал по f пока что, пока мы не параметризовали f никак. И это что такое? Я хочу минимизировать ожидания ошибки предсказаний, которые делает функция f по вот этому распределению, по которому у меня берутся точки. То есть я хочу минимизировать вот такую величину. И это уже прям математическое выражение, посмотрите. Это уже не совсем абстрактное махание руками. Хотя все распределения и функции пока очень абстрактные. Вот. Ну, хорошо. Вопрос к вам тогда, коллеги. А где это... Значит, да, что я хочу с этим делать? Я хочу это минимизировать по f. Вопрос к вам, коллеги. А где это минимизируется? Где это выражение достигает своего минимума? Какая связь между y и x? А вот она. y, ну, y это правильные ответы нашей задачи. То есть мы хотим научиться предсказывать y по x. Ну, а как ее формализовать? Ну, значит, есть какое-то совместное распределение p от x и y, в котором они, конечно, сильно зависимы. Вот. Шум тоже есть. Поэтому они... y не является прямо функцией, детерминированной от x. Но у них есть совместное распределение, в котором они зависимы. Собственно, все, что мы делали до сих пор, это мы пытались вот эту штуку оценивать. То есть f от x будет равно y для всех? Ну, равно оно не может быть, потому что y случайная величина. А чему оно может быть равно? То есть, когда я считаю f от x, я не знаю y, поэтому я не могу сказать, что давайте в качестве f от x значение положим y. Я знаю только x. Но какой был бы идеальный ответ, тем не менее? Ну, самый лучший из тех, которые я могу дать, не знаю y. Может, интеграл плотностью? По y. Какой плотности? Ну, распределение p от x и y у нас есть совместное. Его проинтегрировать по y и это дать... Ну, это получится p от x. Это получится p от x. Интеграл p от x и y. По y это p от x. А, логично. Непонятно, как это помогает. Не, ну, при фиксированном x мы же умеем вот так оптимизировать, чтобы вот... Если мы по y проинтегрируем, была бы маленькая. Да. А что мы должны проинтегрировать? Ну, какой ответ тогда? Значит, смотрите. Действительно, вы правильно говорите. Первый шаг, самый такой важный, состоит в том, чтобы заметить, что если я минимизирую по f, если я не параметризую f, то, в принципе, я могу выбрать отдельное значение f для каждого x. То есть, давайте я этот интеграл разобью на 2. Вот у меня будет внутренний интеграл по y. И здесь, соответственно, я оставлю распределение по y. Вот так вот. А снаружи останется p от x до x. Правильно? Вроде правильно. И действительно, первое замечание, и самое важное здесь замечание в том, что если я про f ничего больше не предполагаю, то про внешний интеграл я могу забыть, и я могу просто поточечно оптимизировать вот этот внутренний интеграл. То есть, я хочу его минимизировать для каждого конкретного x по f от x. Ну и какой же f от x будет его минимизировать? Я, пардон, скобочку не там нарисовал. Здесь скобочка. Ну, f от x при котором p от y до условий x максимален. Нет. Нифига. Давайте я переформулирую. Интеграл y минус a в квадрате p от y. Давайте про x забудем. Это неважно, да? Сейчас x уже фиксирован здесь внутри. p от y до y. Когда он минимизируется? Для какого a? Для матожидания? Для матожидания, конечно. Это же дисперсия в квадрате фактически, да, если матожидание подставить. И такой интеграл всегда снизу ограничен этой самой дисперсией. И минимум достигается, когда это матожидание y по p. Почему он снизит дисперсию? Ну, это надо написать. Упражнения напишите, у нас мало времени. Ну, типа, давайте я могу прибавить и вычесть это ожидание. И... Ладно, давайте, ладно, ладно, сейчас сделаем. И это будет, значит, интеграл y минус ожидание y в квадрате p от y до y. Вот это дисперсия, да, плюс что-то там минус a в квадрате. Это положительная величина. И минус 2, смотрите, чего? Интеграл y минус ожидание на y на a минус ожидание y. p от y до y. Ну, теперь вот это от y не зависит от константа, а вот это, это получается 0. Типа... Ну, вы поняли, да? Если формально, то можно опять ожидание y вынести. Останется интеграл y p от y до y. То есть, ожидание y минус ожидание y. Получается 0. То есть, остается... Получается, что вот эта величина, она равна вот этой дисперсии, плюс что-то такое положительное, интеграл от квадрата чего-то. Сейчас мы это, кстати, еще раз и не раз сделаем. Вот. То есть, короче говоря, к чему я клоню? Я клоню к тому, что на вот эту задачу минимизации есть правильный ответ. Он выглядит вот таким вот образом. Давайте я его обозначу f с крышечкой. f с крышечкой от x. Это ожидание по условному распределению p от y при условии x от y. Так? Ну, там, интеграл y, p от y при условии x, dy. Вот. И это называется функция регрессии. Regression function. Плохо начал писать. И эта функция регрессии, по сути, это самое лучшее, что мы можем сделать. Да? То есть, это самое лучшее, чего мы можем достичь в задаче регрессии. И можно такую же штуку сделать для задачи классификации. Ну, дайте в конце, если останется время. В чем здесь подвох? Ну, подвох в том... Да, ну, хорошо. Нет, пока не подвох. Пока давайте еще одно замечание про это сделаю. Вот когда мы увидели эту функцию регрессии, мы на самом деле теперь можем понять, что происходит, скажем, в методе ближайших соседей. Почему? Потому что, смотрите, что такое f с крышечкой? f с крышечкой – это ожидание по y при условии x. Как посчитать ожидание? Ну, можно его приблизить выборкой, правильно? Давайте приблизим его как 1 делить, там, не знаю, на m. Сумма по и от 1 до m. А здесь y и t взятые по распределению p от y при условии x. Так? Ну, то есть, как бы... Давайте даже k я сразу скажу. То есть, что это значит реально? Это значит, что если я, например, решаю задачу регрессии, вот у меня есть какой-то новый x, для которого я хочу понять, к чему равен y. И чтобы воспользоваться этой аппроксимацией, я беру для этого x, набрасываю несколько y, беру их из датасета, и потом усредняю. И получается очень хорошая оценка для функции регрессии, для ожидания y в этой точке. В чем проблема? Проблема, естественно, в том, что в жизни таких y нет. То есть, ни в каком датасете не будет так, что для того x, который вам нужен, уже есть несколько значений, которые можно просто взять и усреднить. Если они есть, то надо взять и усреднить. Все будет хорошо. В реальности есть значения в каких-то других x. Поэтому что делает метод ближайших соседей? Он делает второй шаг аппроксимации, уже менее хорошо, менее оправданный. И он говорит, что давайте вместо y в той самой точке x я буду брать y из k ближайших соседей точки x. То есть, основное предположение, которое делает метод ближайших соседей, состоит в том, что вот это разумная аппроксимация. И это как раз то предположение, то есть, что функция, она действительно похожа на свои значения в точках неподалеку. Точнее, не то чтобы неподалеку, а в ближайших точках из данных. Вот мы как раз только что обсуждали, что в высоких размерностях они перестают быть неподалеку. Ну и, соответственно, это как раз и есть то предположение, которое в размерности 1, скорее всего, выполняется, а в размерности 1000, скорее всего, не выполняется. Вот такие дела. Но это просто лирическое отступление было о том, что делает метод ближайших соседей. А мы давайте вернемся к функции регрессии и посмотрим теперь... Вот функция регрессии f с крышечкой. Это то идеальное... Это тот идеал светлый, к которому мы должны стремиться, когда строим свою функцию. Но понятно же, что мы его не достигнем. То есть, понятно, что на самом деле у нас будет какая-то другая функция f, может быть параметрическая, может еще какая-то. И на самом деле нам интересно, какая ожидаемая ошибка предсказания получится у нее. То есть, это ожидание... Давайте сразу интеграл напишу. y минус f от x в квадрате, p от x, y, dx, dy. И вот здесь я делаю теперь тот самый трюк, который я уже начал вам иллюстрировать. А именно, первый шаг... Давайте внутри этого квадрата вычтем и прибавим f с крышечкой. Я не буду писать аргумент, аргумент везде x. Вычтем и прибавим f с крышечкой. И потом разложим этот квадрат. То есть, получится типа интеграл y минус f с крышечкой от x в квадрате, p от x, y, dx, dy. Минус два интеграла y минус f с крышечкой на f с крышечкой минус f. Тоже p от x, y, dx, dy. Плюс интеграл f с крышечкой минус f в квадрате. Тоже p от x, y, dx, dy. Ну и, собственно, что тут можно заметить? А здесь можно заметить тот самый эффект, который был у нас в этом рассуждении. То есть, на самом деле, это рассуждение мы сейчас и будем эксплуатировать. Смотрите. Посмотрим на центральное слагаемое в этой записи. Давайте тоже я выделю отдельно y, интеграл по y и отдельно интеграл по x. Тогда внутри у меня будет интеграл y минус f с крышечкой от x, p от y при условии x, dy. А снаружи... Только... Это, наверное, не важно, но там, возможно, знак перепутан. Возможно, возможно. Вообще не спорю, возможно, да, перепутан. Вот. А снаружи останется то, что от y не зависит. Ну и, собственно, главный пафос здесь в том, что вот этот со множителя от y не зависит, поэтому он будет снаружи. А здесь внутри получается как раз, смотрите, интеграл от случайной величины минус своего от ожидания по вот этому самому распределению. Да? То есть, по тем же соображениям это будет ноль. Ну и уже не важно, что тут снаружи. Вот. Понятно вот это? Это, типа, главный момент. Да, понятно. А, отлично. Тогда смотрите, что получается, что у нас остается. Получается, что ожидаемая ошибка предсказания теперь не идеальной волшебной функции, а нашей, честной f, складывается из двух слагаемых. Давайте верну ожидание, красивее будет так написать. Ожидание y минус f с крышечкой от x в квадрате плюс ожидание f с крышечкой от x минус f от x в квадрате. Не здесь квадрат, а здесь квадрат. Вот. Вот. И смотрите, что получается. Значит, получается, что наша ожидаемая ошибка предсказания нашей функции f, ну, пока не очень интересный результат, но уже мы движемся к интересному. Получается, что она складывается из двух слагаемых. Одно слагаемое показывает, насколько f близко к идеальному ответу f с крышечкой. А другое слагаемое показывает ошибку самого идеального ответа f с крышечкой по сравнению с y. И вот это первое слагаемое, обратите внимание, в нем нету f. Да? То есть это слагаемое, которое мы в своей оптимизации никак не контролируем, никакого влияния на него не оказываем. Это просто шум в данных. Оно так и называется noise. Это шум в данных. Там, скажем, в наших предположениях о линейной регрессии это будет, ну, вот, что там, вот та самая sigma в квадрате, которая дисперсия шума. То есть это то, что по-любому будет частью нашей ошибки, даже если мы прямо идеально ответим на наш вопрос. А контролируем мы и оптимизируем мы на самом деле вот это слагаемое. Ну, и давайте на него теперь посмотрим. Это тоже еще не вся история. Значит, почему это не вся история? Это не вся история потому, что откуда берется f. Теперь важный момент. f – это результат какого-то процесса обучения. Ну, неважно, какие мы делали предположения, неважно, каким алгоритмом мы обучались пока, что все очень абстрактно, но тем не менее, f – это не просто f от x, а это f от x с каким-то еще датасетом, на котором мы обучались. И вот здесь как раз вот это первый момент во всем нашем рассуждении, когда я вспоминаю, что у меня на самом деле не только f от y плюс лови x участвует в рассуждении, а участвует все f от x, y. То есть я к этому возвращаюсь, и я говорю, что, ну, откуда взялся d? d взялся из моих данных, из моего процесса, который я оцениваю. То есть я буду предполагать здесь, что d тоже порожден распределением p от x, y. Ну, это не одна точка, это много точек. Ну, в общем, каждая точка в d порождена тем же самым распределением p от x, y. И когда я делаю вот это предположение, то я могу дальше продолжать это равенство. Смотрите, давайте я это синем напишу, чтобы отличалось. Ожидание f с крышечкой минус f в квадрате, теперь я опять сделаю в этом ожидании тот же самый трюк. Смотрите, я здесь напишу f с крышечкой минус ожидание f по d плюс ожидание f по d минус f в квадрате. То есть что это значит? Это вот это ожидание f по d, это то, что получится, если мы накидаем... Вот, например, у нас есть линейная регрессия. Я сейчас не буду переходить в код, но вспомните, там, линейная регрессия, в которой было, не знаю, 10 точек, и мы через них проводили многочлен третьей степени. Вот ожидание f по d, это мы взяли еще 10 точек, еще 10 точек, еще 10 точек, и не по ним все вместе обучили f, а мы обучили отдельные многочлены третьей степени для каждого такого маленького датасета фиксированного размера, одного и того же размера. И потом их все усреднили. Вот это ожидание d, p, ожидание f, фиксируем только размер. Да, фиксируем размер, накидываем вот это нужное число точек из нашего распределения p, то есть это ожидание тоже по распределению p. Это важно. Ну и все. И усредняем результат. Ну и здесь тоже будет такой же трюк. Смотрите. Интеграл там f с крышечкой минус ожидание pdf в квадрате. Мин плюс интеграл, два интеграла, f с крышечкой минус ожидание pdf на ожидание pdf минус f и так далее. Значит, что там еще? Плюс интеграл ожидание pdf минус f в квадрате, тоже p от x, y, dx, dy. Ну и здесь тот же самый эффект. Смотрите. Теперь он в чем проявляется? Теперь у нас вот этот замножитель, это f минус свое ожидание. И если я отделю интеграл, который по d, то есть интеграл, он тоже по p от x, y, но он теперь по x, которые входят в датасет d, то точно так же вот здесь d не участвует, это ожидание по d, то есть самого d уже нету. Это выносится за скобку, остается внутри интеграл f минус свое же ожидание. Ну и как бы он равен нулю. То есть по тем же соображениям тот же трюк, эта штука пропадает. И вот что остается. Давайте я это запишу теперь красным опять в виде суммы трех слагаемых. Вернусь к исходной формуле. Значит, смотрите. Ожидание, ну первое слагаемое останется как есть. f с крышечкой от x в квадрате. Плюс ожидание, смотрите. f с крышечкой от x минус ожидание f по d. Давайте я напишу уж в этой большой формуле, я напишу полностью. Нет, вот так еще в квадрате. И плюс ожидание, соответственно, f минус f от x минус ожидание по d. f от x d в квадрате. Вот так. Вот. То есть у нас получилось, что ожидаемая ошибка предсказания разложилась на три компоненты. Вот это, как я уже говорил, это шум в данных. Его мы вообще не контролируем. Теперь смотрите. Вот это, это то, насколько наша модель, если накидать миллиард датасетов и все усреднить, похожа на идеальный ответ. Может быть, не похожа. То есть это называется bias, или там bias squared, потому что тут квадрат, который в принципе, да, bias, смещение получается в квадрате. Ну, в общем, это смещение, это то, насколько наша модель теоретически похожа на правильный ответ. А вот это, смотрите, это фактически дисперсия обучения нашего. То есть это то, насколько каждая конкретная f, обученная на конкретном имеющемся у нас датасете, похожа на свое собственное ожидание по всем датасетам. И вот общая ошибка, получается, складывается из вот этих трех слагаемых. Это так и называется, bias variance noise decomposition. И это очень важная штука для понимания того, что происходит и в простых, и в сложных моделях на самом деле. Потому что, опять обратите внимание, я абсолютно ничего не предполагал про f, про p. То есть, ну, тут может быть хоть линейная регрессия, хоть что-то очень сложное. То есть, давайте я покажу, наверное, теперь какую-то иллюстрацию к этому. Сейчас, вот у меня есть код на эту тему. На самом деле. Сейчас. Из себя я перетащу. Из себя можно сделать поменьше. Вот у меня есть код на эту тему. Значит, смотрите, мы, ну, начинаем с того же, что у нас там было, чтобы просто зафиксировать точки и так далее. Вот. Это наши стандартные синусоиды, наши стандартные звездочки, ну, заново накинуты наш многочлен 3 степень, наш многочлен 10 степень. А теперь смотрите. Значит, первое, что я хочу показать. Вот это, значит, что это? Сейчас я соображу. TrainModel. А где TrainModel? Сейчас. А какой здесь степень-то многочлена какая? Сейчас, один момент. А, понял. То есть TrainModel берет все. Значит, тут я беру все. Ну, хорошо. Давайте я начну тогда с многочлена, там, не знаю, третьей степени. Как это водится? Нет, так не работает. Простите. Простите. А сейчас я гляну, что у меня тут не так. Да нет, должно быть так. То есть у меня тут сейчас TrainModel, XT. А, потому что это не тот XT. Нет, это тот XT. А что не так? То есть... Что-то я сделал не так. А, нет, я понял. Я понял, понял, понял. Потому что мне нужно вот здесь тоже это сделать. Так. Да. Вот, смотрите. Значит, что здесь вот показано? Давайте я даже побольше нарисую этих кривых. Здесь показано, ну, по-прежнему, синусоиды исходная функция. Значит, ну, звездочки теперь просто отмечают положение иксов. Я иксы не стал накидывать случайно, хотя формально, может быть, и надо было бы. Я накидывал только икрики случайно в этих фиксированных иксах. Поэтому звездочки уже лежат строго на нужной кривой. И вот, смотрите. Я накидываю случайные икрики, провожу многочлены третьей степени через них. И когда я их усредняю, у меня получается вот такое усредненное красненькое предсказание. Это среднее от кубических многочленов, проведенных по всевозможным датасетам, ну, всевозможным игрекам, которые честно накинуты во всех предположениях с нормально распределенным шумом и так далее, и так далее. Понятен этот график? Да. Хорошо. Давайте я попробую сделать степень 1, чтобы было вот виднее. Смотрите. Вот это типа линейная регрессия. Я накидываю случайные точки, у меня получается такой довольно плотный пучок прямых. Ну, я их усредняю, у меня получается тоже прямая, которая является типа вот идеальной, ну, это не идеальная, она тут тоже с каким-то конкретной константой, но неважно. Короче, идеальной, о линейной регрессии, а, я еще зачем-то регуляризатор здесь добавляю, давайте без него. Вот, идеальной линейной регрессии, которая описывает этот, этот датасет усредненный. Вот это пример модели, у которой дисперсия маленькая, посмотрите, пучок плотный, если я буду больше их рисовать, то, в общем, он останется плотным, но у нее большое смещение, bias большой, то есть даже средняя их не особо-то похожа на синусоиду. Ну, то есть это пример модели, в которой слишком мало параметров, она слишком невыразительная. Это значит, что, ну, у нее с точки зрения этого разложения, на bias, variance, noise, noise у всех одинаковый, variance маленький, мало параметров, маленький разброс. А bias большой, потому что нужную функцию не удается приблизить хорошо этой функции. Ну, соответственно, если я буду, например, там параболы рисовать, то для парабол, смотрите, разброс стал побольше, пучок стал пошире, bias стал поменьше, но он тут не написан численно, сейчас это ниже будет, но смысл в том, что понятно, что параболы лучше приближать, чем прямой, но все равно параболы не очень похожи на синусоиду. Вот, если я возьму многочлен третьей степени, третьей степени, то, смотрите, разброс еще немножко увеличился, но теперь это хорошая модель, она прям похожа на синусоиду, усредненная тоже, но все равно смещение у нее какое-то есть. но если я буду продолжать увеличивать, то есть делать вот тот самый оверфитинг, там многочлен десятой степени, о котором мы говорили в прошлый раз, то посмотрите, какой получается эффект. Варианс теперь огромный, то есть теперь эти отдельные прямые идут в черт знает куда, но если их все усреднить, то bias-то получается как раз очень маленький, здесь просто мало усреднено, поэтому остается вот этот краевой эффект, но понятно, что если я буду стремить n к бесконечности, то мы сойдемся прям к очень хорошему ожиданию. Сейчас, надеюсь, он все-таки нарисует. Вот, видите, вот на этом участке уже вообще не отличим от синусоиды, но здесь на самом деле мы тоже сойдемся куда надо за время. Хотя variance, то есть дисперсия, по-прежнему очень-очень большая, и вот как бы на самом деле реально мы ожидаем, что ошибка предсказания будет большая. Но уже bias практически нулевой, а большая дисперсия. Вот в этом разница. И на самом деле, значит, это можно нарисовать еще более... Давайте я сначала быстренько нарисую. Это можно нарисовать еще более показательно. Вот сейчас я вам покажу такой график. Смотрите, я вам сейчас этот объясню, а пока запущу более гладкий график считаться. Вот смотрите, что здесь происходит. Это график, на котором я рисую... Так, давайте я себя еще уменьшу. Э, ну где я? Себя еще уменьшу. Значит, смотрите, это график, на котором я рисую 4 кривые. Я постепенно, значит, по оси X я меняю регуляризатор. Регуляризатор имеет тот же эффект. Если регуляризатор слишком большой, то... А я на самом деле сейчас это досчитается, я вам покажу на тех картинках. Если регуляризатор слишком большой, то у меня получается большой байес и маленький вариантов. А если регуляризатор маленький, то наоборот, маленький байес и большой вариантов. Но вот та картинка с многочленами десятой степени, это пример, когда регуляризатора нет, он равен нулю. Альфа равно нулю. Вот. А здесь я постепенно увеличиваю альфу. И смотрите, что получается в этих величинах, на этих графиках. Тут, конечно, поскольку я очень быстро с малым числом вот этих усредненных кривых считал, то тут не очень, значит, все это гуляет случайным образом. Но постепенно, по мере того, как я регуляризовываю сильнее, у меня растет байес и уменьшается вариантов. И байес плюс вариантов оказывается, ну, у него есть какой-то минимум, какое-то оптимальное значение. И ошибка на тестовом множестве, а вот черная кривая, это ошибка на тестовом множестве, которую я посчитал прям честно. Вот все, я пересчитал с пятью тысячами. Сейчас будет более гладко, да? Ошибка на тестовом множестве, я посчитал прямо честно, я взял тестовое множество, я накидал на него точку, среднил ошибку. Вот, посмотрите, ошибка на тестовом множестве, здесь опять же примерно, но в пределе ровно, на константу выше, чем вот этот байес плюс вариантов. И это та самая константа, которая является шумом данных. А байес плюс вариантов имеет некую зону, где она минимальная, и это и есть правильное значение регуляризатора. Ну и чтобы тоже было видно, что тут происходит, вот если регуляризатор маленький, то вариантов большой, байес маленький. Если регуляризатор постепенно увеличивать, где-то здесь будет золотая середина, на которой все хорошо, то есть вариантов постепенно уменьшается, а байес все еще маленький. Да? Но если сильно зарегуляризовывать, то, наверное, в какой-то момент, да, видите, получается, что байес тоже начинает расти, смещение, и средние от этих зарегуляризованных многочленов в десятой степени тоже уже не имеют ничего общего с синусоидой. Вот такой эффект. Скажите, пожалуйста, а максимальное значение регуляризатора как-то зависит от размера датасета? Конечно, 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 зависит. И от модели, и от размера датасета. Учнее, от соотношения между ними. То есть здесь речь идет про многочлены десятой степени на одиннадцати точках. Естественно, если бы точек было сто, то, может, и вообще не нужно было бы регуляризовать, уже было бы все хорошо. Вот. То есть, да, конечно, нет никакого универсального значения альфа, нет никакого универсального графика, но вот это общий принцип, общий принцип того, что ошибка складывается из bias-avariance, это очень важный принцип. И, ну вот, 10, и все формулы тут есть. Вот. Значит, ожидаемая ошибка — это bias в квадрате плюс variance плюс noise. И это прямо важно. То есть это то, с чем мы воюем, когда занимаемся всей регуляризацией, выбором моделей и так далее. Мы пытаемся найти оптимальное соотношение между очень выразительными моделями, у которых высокая дисперсия на маленький bias, и недостаточно выразительными моделями, у которых маленькая, скорее всего, дисперсия, но большое смещение. Вот. Ну и вот это те картинки, которые он показывал, только из книжки. Вот. И вот это, типа, идеальная картинка, которая должна получаться, если очень долго считать ту картинку, которую я рисовал. вот это то, что я хотел сегодня сказать. Даже успел, это хорошо. А в следующий раз еще будет много интересного. Ладно, не буду делать превью. Есть ли вопросы? В целом, идея в том, что, если мы берем какую-то сложную модель, она потенциально может тут прям очень хорошо предсказывать, но мы из-за большой вот этой variance, мы, скорее всего, та функция, которую мы выберем, она будет далеко от оптимальной. Да, совершенно верно. То есть, как бы, вот это, ну, там уже нехороший, да, ну, типа, вот, помните, тут был средний, хорошая красная линия. Она может быть очень хорошей, но на практике мы же ее не увидим. На практике мы увидим одну из этих серых линий. Вот. Потому что, если бы у нас был миллион датасетов, ну, так надо было бы их просто сложить вместе и обучать на большом датасете. Был бы совсем другой разговор. Вот. То есть, да, это теоретическое рассуждение. На практике мы никогда не увидим всех этих серых кривых и никогда не сможем их усреднить. Но этот разговор, это разговор о том, что чем отличаются, как бы, выразительные модели более выразительные от менее выразительных, в чем там, собственно, вот этот баланс, этот трейд-офф между слишком, слишком выразительными и недостаточно выразительными моделями. Как выбрать золотую середину? То есть, получается, мы можем обучать просто взять кучу точек, разделить наши данные на какие-то блоки, обучить тысячи моделей и усреднить их все. И тогда мы избавимся вообще от варенца. Увы, нет, потому что, если у вас есть 100 точек, то делить их на 10, кусков по 10, конечно, можно, но никакого смысла нету, проще взять все стойно и обучать. Ну, если там взять без одной, там, каждый раз. Да, вот сейчас вы изобрели или вспомнили bootstrapping. Есть такой метод. Bootstrapping, он действительно немножко иногда работает, что-то добавляет. Bootstrapping — это когда вы строите ансамбль из моделей, каждая из которых обычно на подмножестве данных. Подмножество — это типа, ну, половина, но выбранная случайно, а потом другая половина, потом не другая половина, а еще половина, тоже выбранная случайно, и таких половин тысяча. И мы это все потом ансамблируем, усредняем. Есть такой метод. Иногда он немножко накидывает, но он, конечно, накидывает не так, как на этих картинках далеко. Почему не так? Потому что в чем было главное предположение всего того вывода, который мы делали, в том, что эти датасеты и иксы, они как-то независимо друг от друга считаются. И это ожидание, то есть вот этот процесс, он бы сошелся к ожиданию, если бы датасеты были взяты независимо. А когда вы из одних и тех же статочек набираете там сто раз по пятьдесят, то эти сто раз по пятьдесят совсем не независимо, конечно, к сожалению. Ну да. То есть если взять очень много данных и там их поделить на одинаковые блоки? Ну, тогда они будут независимы, тогда в этом не будет смысла. То есть да, вы можете взять сто точек, разделить их на десять по десять, обучить и усреднить. Но я вас уверяю, если вы возьмете ту же самую модель, обучите на всех ста, будет только лучше. А, да, понятно. Вот. То есть если у нас есть какой-то граничный досет, у нас уже вот, ну, в выводе, вот формулы вроде-то видно, теоретически заложена какая-то ошибка из-за того, что у нас досет маленький, и чтобы мы там не делали и не придумали какие-то данные, мы теоретически не сможем улучшить ничего. Да, совершенно верно. Ну, во-первых, есть часть ошибки, которая нам вообще не подвластна, сам шум, да. Во-вторых, да, конечно, этот трейд-офф, он даже в своем минимуме, он, конечно, не в нуле. Вот это bias plus variance даже в самой низкой точке, она, конечно, не равна нулю. Да, есть какая-то ошибка, ниже которой мы даже теоретически не можем получить. Но это нормально, жизнь так устроена, что поделать. Ладно, про выразительные и невыразительные модели мы еще поговорим в следующий раз. Мы будем разговаривать про выбор моделей, там тоже будут такие несколько абстрактные, но характерные рассуждения о том, чем отличаются выразительные от невыразительных. Пока у нас просто такой раздел в курсе, вот мы прошли основную, значит, типа задачу bias-овского вывода, мы привели в пример линейную регрессию, это такой самый показательный пример, потому что в нем уже все непросто, но все еще достаточно просто, чтобы все можно было сделать и понять человеческим мозгом. И сделать прям явно аналитически. Вот, а теперь мы типа на этом примере пытаемся увидеть какие-то общие закономерности, которые возникают в машинном обучении. И действительно, линейная регрессия настолько богатый и мощный пример, что можно увидеть все эти закономерности. Ладно, коллеги, у нас, похоже, уже совсем закончилось время, вам пора идти дальше, если я правильно понимаю. Вот, так что всем спасибо и увидимся через неделю. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.